Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Судья уссурийского суда Таня Фомина отказалась освободить или перевести шамана Александра Габышева на более легкий режим. Это означает, что еще полгода до следующего есть возможность раз в полгода только подавать прошение о том, чтобы либо выпустить шамана, либо перевести его на более легкий режим. Как это принято в этой системе, негласно, что человека не могут выпустить сразу из психиатрической больницы усиленного режима. Его могут сначала перевести на более легкий режим, а там уже выписать на амбулаторное лечение, как бы, домой. Ну, драгоценные мои друзья, значит, только через полгода еще судья Таня Фомина дала шаману еще полгода заточения здоровому, абсолютно здоровому, психически, психологически, физически человеку еще полгода лишения. Она отняла у шамана надежду и совершенно сделала это естественно, несмотря на звание судьи и на какое-то образование, которое она получила, совершенно беззаконно, потому что врачи больницы, в которой лежит Александр, ну, рекомендовали перевести его на более легкий режим. То есть, несмотря на рекомендации врачей, судья, руководствуясь, ну, наверное, телефонным правом, потому что ей руководят, естественно, не понятие законности, а понятие просто того, что некие силы желают, чтобы шаман мучился в совершенно беззаконно, друзья мои. Что можно сказать? Была надежда. Ну, надежда была очень-очень слабая, потому что крокодил не выпускает свою жертву из своих зубов. Вот так происходит. Но я надеюсь, что через полгода, а может быть и раньше, надеюсь, гораздо раньше, шаман Александр выйдет на свободу, а вот эти люди, которые препятствуют его свободе, возможно, благодаря, может быть, божьему провидению или каким-то еще силам, покинут этот мир и предстанут перед более справедливым судом, чем присутствует здесь. Ну, и я думаю, что и все вот эти исполнители, типа Тани Фоминой, тоже, наверное, придется им держать ответ за свои преступные, абсолютно преступные действия. Очень удивительно, что в уссурийском суде районном сидят преступники, которые совершают беззаконные действия. Кто их туда посадил? Что они там делают? Под мантией судей скрывается откровненный преступник, который нарушает все нормы закона. Врачи рекомендуют отпустить. Она своей волей говорит, что он еще должен содержаться там. Человек, не совершивший никаких преступлений и необвиняемых в них. То есть, почему на основании чего? Просто злой волей, злой демонической волей. Все, драгоценные мои друзья. Ждем решения более высокого суда, чем присутствует здесь, вот в этом мире. Все, пока.